16 марта на заседании профильного комитета Госдумы прошло обсуждение о принимаемых мерах по правовому обеспечению развития морских портов в Хабаровском крае. В мероприятие приняли участие члены комитета, представители Минэкономразвития, Минтранса, инвесторы портовой особой экономической зоны Хабаровского края. Напомним, что в этот же день, в ходе правительственного часа, министру экономического развития Алексею Улюкаеву, депутатом Николаем Харитоновым был задан вопрос, когда же, наконец, заработает созданная в соответствии с постановлением правительства еще в 2009 году на базе морского порта Советская Гавань в Хабаровском крае особая экономическая зона. До сих пор не заключены соглашения с инвесторами-резидентами, неоднократно подававшими свои заявки Минэкономразвития. Все эти годы инвесторы ходят по кругу, договора о аренде участков с ними не заключены, статус резидентов им не предоставлен, заявил Харитонов. Однако в ответ Алексей Улюкаев ничего разумительного не ответил. Вот как охарактеризовал сложившуюся ситуацию генеральный директор ООО «Морской порт Новая Советская Гавань» Игорь Шевцов. Тот вопрос, который мы пытаемся поднять и осуществить свой проект, это вопрос не инвестора, которому не дают возможность инвестировать средства, а с моей точки зрения это вопрос вообще-то государственной, государственной важности. Наша компания в течение нескольких лет пытается начать инвест-проект по созданию на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, в свободной экономической зоне Советская Гавань, проекта по строительству современного морского порта, специализирующегося на зерновой перевалке. Несколько раз мы уже подавали заявки, но по самым разным, порой даже формальным основаниям, получаем отказы в Минэкономразвитии. При этом, видимо, существуют какие-то неурегулированные вопросы между Хабаровским краем и Минэкономразвития. Фактически, для начала данного проекта требуется совсем немного. Прошел экспертный совет, на котором наш проект получил одобрение. Были высказаны несколько небольших замечаний, которые мы устранили, предоставили все необходимые документы. Однако, на сегодняшний день вопрос все равно по каким-то формальным основаниям тормозится. Было бы очень желательно, если в соответствии с законом, в установленный срок, наша очередная заявка была рассмотрена. После этого было подписано соглашение с Минэкономразвития о том, чтобы мы получили статус резидента портовой свободной экономической зоны и был выделен участок земли в аренду, для того, чтобы мы могли начать строительство. Тем более, что вопрос создания этой зоны и порта в этой зоне, это не просто вопрос частный между инвестором и государством. Это вопрос гораздо шире и больше, так как это вопрос государственной важности. Создание впервые на Дальнем Востоке такого зернового терминала, порта, позволит осуществить программу «Зерно Сибири на экспорт», даст мощнейший импульс для развития всех сибирских регионов. Мы бы хотели, чтобы с точки зрения определенных должностных лиц преобладали не ведомственные интересы, а относились к этому с должным пониманием, что это задача государственная. Ну а государство, в первую очередь, это люди, которые живут в этом регионе. Создание такого порта позволит создать сотни новых рабочих мест, улучшит финансовую обеспеченность семей работников, но в конечном итоге повысит благосостояние целого огромного региона нашей страны. В заключении депутаты приняли решение по данному вопросу от имени Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока обратиться в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Продолжение следует...